Все время, пока я играл в Fortnite Mobile, я старался делать свою игру максимально комфортней и максимально эффективней. Ведь большинство людей из комьюнити Fortnite до сих пор считают мобайл игроков неконкурентоспособными относительно ПК игроков и консольщиков. До блокировки игры на Apple устройствах мы практически смогли доказать свое могущество благодаря игрокам на iPad Pro. Но когда все игроки на iPhone и iPad сами того не хотят покинули нас, наша репутация как мобайл игроков понизилась снова. Основная цель моей киберспортивной игры, да и вообще главная цель моего канала заключается в том, чтобы вернуть былое могущество мобильных игроков в наше комьюнити. Все мы поначалу, будучи новичками, для игры использовали всего два пальца. Затем наше озарение достигло уровня выше и мы начали использовать четыре пальца для игры. К сожалению, большинство мобильных игроков застряли на этом уровне и не стремятся развиваться дальше. Но я, как фактический лидер всего Fortnite Mobile сообщества в СНГ, решил пойти дальше. Тем самым я разработал инновационную систему игры, основываясь на шести пальцах, используя всего лишь мой мобильный телефон. Ола, мигас! На связи Матвей. Ребят, давайте честно, я играю довольно-таки неплохо, даже если так сказать профессионально. Не хочу сам себя нахваливать, так что давайте просто переберем факты. Я имею хорошее понимание игры, потому что в Fortnite Mobile практически уже два года. Я имею хорошую технику, хорошо строюсь и редактирую в игре тоже. Также имею все отличные условия для игры в Fortnite, играю в стабильный 60 FPS на средних настройках. Я играю на обычном телефоне на базе Android. При этом у некоторых сверхразумов хватает смелости мне заявлять о том, что я как-то не так и плохо играю. Мне об этом иногда пишут в комментариях и не только. Честно говоря, я не привык чего-то достигать и останавливаться на этом. Так что, с одной стороны, да, можно сказать, я играю как-то не так. Именно поэтому я вам решил очередной раз доказать, что я могу быть лучше, чем являюсь. Впервые за долгое время моей игры в Fortnite Mobile я решил сделать какой-то скачок вперед. Думаю, я сделал скачок вперед не только для себя, но и для всего комьюнити в целом. Это воистине довольно-таки великое событие как и для моей игры, так и для моего канала, так и для вас. Ребят, я перехожу играть в Fortnite Mobile на этом телефоне в 6 пальцев. В этом видео я вам расскажу, как я нашел свое идеальное управление на телефоне в 6 пальцев. Расскажу, какие трудности у меня возникли, на какие техники игры я опирался при создании своего управления. Ну, а еще вы посмотрите, как я успел освоиться на новом управлении в 6 пальцев, играя на нем 2 дня. Ну, а перед тем, как мы перейдем к нашему видео, если вы впервые на моем канале и вы так же, как и я, играете в Fortnite Mobile, да даже если вы играете на другой платформе, обязательно оформляйте подписку на мой канал, поддержите меня как начинающего автора. Уверен, за такие старания я достоин бесплатной подписки и лайка под это видео. Ну, а если вы уже подписались на мой канал, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня это мой тег автора Motivcar в вашем междевом магазине Fortnite, смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей группы канала ВК, ссылка в описании, так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята в конце видео. Ну, а теперь после самой рекламы предлагаю вам рассказать и показать, как я в один момент полностью поменял свою игру в Fortnite Mobile. Перед тем, как начать менять управление, я решил последний раз поиграть со старым, ну и заодно проверил, чего я смог достичь, играя на этом управлении полтора года. Когда я наигрался, я приступил к изменению своего управления. Прошу заметить очень важную деталь, перед тем, как начать редактировать управление, я создал копию существующего управления и только потом эту копию редактировал. Ну и спустя 40 минут усердного редактирования, я нашел для себя идеальное управление на 6 пальцев. Дамы и господа, предлагаю вам взглянуть. Да, как вы можете заметить, у меня реально задействованы все 6 пальцев в игре. Данное управление, как я называю его своей терминологией, центричное, потому что все действия в игре сведены к центру экрана. Я пытался сделать управление, приближенное к краям, но вышло жутко неудобно. Как вы видите, панель выбора оружий и выбора построек у меня сохранилась, как и было до этого. Я их просто перенес к центру. Вы могли заметить, у меня также и прежняя система редактирования. Просто я распределил нагрузку на пальцы более грамотнее и теперь за это отвечает третий слева средний палец. Теперь можно официально заявить, что мое управление отвечает всем стандартам игры и нагрузка на пальцы распределена максимально комфортно и максимально эффективно. Как вы можете заметить, я решил одну из самых основных проблем моего прежнего управления. Теперь я могу спокойно приседать, прыгать, при этом поворачивая камеру игрока. Ну и в придачу стрелять. В прежнем управлении мне этого очень сильно не хватало. Например, теперь, когда я играю в баксвайты, я могу спокойно редактировать окно, приседать и стрелять в противника. Чтобы вам было легче понимать мое управление, я составил специальную, так сказать, карту моего худа. Здесь я отметил специальные области и сейчас расскажу, за что они отвечают. Красная область, это область, где взаимодействует в игре мой большой первый палец. Желтая область, это область на экране, где взаимодействует мой второй указательный палец. Ну и зеленая область, это область, где взаимодействует мой третий средний палец. Ну и с какой стороны находятся мои пальцы, думаю, тоже понятно, то есть слева-левые, справа-правые. Если вы хотите поподробнее узнать строение моего управления, то смело пишите мне в инстаграм или мою группу вконтакте. Кому надо, скину побольше скринов и все объясню. Теперь скажу касаемо самой игры. Честно говоря, мне как человеку, который играл с одним и тем же управлением год, ну то есть я к прежнему управлению привык, все такое, на данный момент, пока я играю с новым управлением всего 2 дня, мне крайне непривычно. Я так накидал на скидку, мне потребуется около месяца, чтобы полностью привыкнуть к новому худу. Так сказать, изменение управления Fortnite Mobile это один шаг назад, но потом 5 шагов вперед. Так что мне сейчас, как никогда, стоит побольше играть в творческий режим. И вы, ребят, можете мне помочь освоить новое управление и поиграть вместе со мной. Монник в игре вы можете найти в описании к этому ролику, добавляю в друзья только тех, кто подписан на мой канал и тех, кто вводит мой тег автора. Ну а так как голосовой чат в Fortnite Mobile полное днище, мы с моими ребятами давно используем мой дискорд сервер. Так что если во время игры хотите со мной поболтать, присоединяйтесь, ссылка в описании. Относительно киберспорта, думаю теперь у всех не осталось никаких сомнений. Опять же повторюсь, это пока сейчас, я когда только установил себе новое управление, я играю как-то хило. Но через месяц, я уверен, я буду разносить абсолютно любого ПК игрока. Также хочу сделать заметку относительно видео на моем канале. Так как у меня новое управление и мне надо к нему привыкнуть, к сожалению, в ближайший месяц никакого киберспорта вы увидеть не сможете. То есть видео на канал выходить будут, но они не будут связаны именно с моим киберспортом и моей профессиональной игрой. Может быть через неделю я сделаю видео о том, как поживает моя игра с этим управлением спустя 7 дней. Если вы досмотрели ролик до этого момента, то пишите в комментариях 6 пальцев. Так я буду знать, что вы досмотрели видео до конца и все подобные комментарии обязательно лайкну. Ну а с вами был Матвей. Hasta luego. Субтитры сделал DimaTorzok